Рабочая встреча с лидерами национально-культурных общественных объединений и сотрудников полиции состоялась в соборной мечети. Полковник полиции Дмитрий Юрюпин напомнил о нормах действующего законодательства в сфере миграции, разъяснил порядок предоставления документов по оформлению разрешений и обратил внимание на то, что иностранные граждане и лица без гражданства не должны подделывать удостоверение личности. Особое внимание сотрудники полиции и общественники уделили профилактической работе с молодежью и толерантному отношению к национальным, культурным и религиозным традициям. Наша задача – объяснить людям и их предостричь от каких-то необдуманных поступков и от того, чтобы не нарушали закон. Мы над этим работаем. Люди, которые приехали сюда на заработки, которые являются мигрантами, либо уже гражданами Российской Федерации, они приходят в мечеть и в самое то место, где можно объяснить людям. Наши имамы работают над этим. Руководители национально-культурных сообществ рассказали о вступивших в силу изменений в законодательстве в сфере миграции, порядки сбора и предоставления документов для временного проживания иностранных граждан на территории нашей страны и возможности обращения в подразделения по вопросам миграции. Основные моменты, конечно, воспитания. Наразовно, значит, среди молодежи, которая к нам прибывает, духовенство, значит, будут провести с ними разнообразительные беседы по недопустимости, значит, нарушения законодательства Российской Федерации, вплоть до уголовных преступлений. Участники «Круглого стола» обсудили вопросы профилактики преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних патриотическое воспитание молодежи, обеспечение занятости подростков. Елена Чернявская, Григорий Плешаков. События.